Когда мы принимали закон, мы думали, что он станет определенным барьером для тех людей, которые употребляют дезаморфин. За первый квартал 2012 года выявлено на 64% меньше наркопреступлений. С принятием закона количество и самих дезаморфинщиков заметно сократилось. Так, если в 2011 году на стационарном лечении в краевом наркологическом диспансере находились 148 человек, то на первый квартал 2012 их осталось 48. То есть те 48, которые остались, вот они где берутся? В основном либо в соседних регионах, либо большое количество преступлений выпало на первые числа января, когда закон только вступил в свое действие. Сейчас уже все меры приняты, мы постоянно проводим мониторинг в аптеках, и с ними проведена разъяснительная работа. Поэтому, конечно, процент постоянно падает. Однако с первого числа возможности приобрести подобные препараты в соседних регионах также не будет, поскольку теперь закон действует по всей стране. Такие меры необходимы в борьбе с дезаморфиновой наркоманией, которая стала для нашей страны настоящей угрозой. Популярность этот наркотик приобрел главным образом благодаря доступности компонентов и простоте изготовления. Если в целом оценивать структуру потребителей наркотиков, то, безусловно, более 38% это потребители дезаморфина. После запрета на свободную продажу кудейных содержащих препаратов, зависимые люди переключились на другие вещества, способные вызвать наркотическое опьянение. По словам представителей наркоконтроля, многие из них стали употреблять спиртные напитки. Однако некоторые до сих пор не теряют надежды купить запрещенные вещества. Поэтому сотрудникам аптек, особенно тем, которые работают в ночное время, приходится особенно нелегко. Решение проблемы наркозависимых, несомненно, роль аптечных учреждений, она есть. И аптечные работники прилагают к этому все усилия. Но решать проблему людей наркозависимых – это комплексная задача. Сказать о том, что проблема с дезаморфиновой, так же, как и с любым другим видом наркомании, решена, с уверенностью нельзя. Крайние меры, принятые государством по продаже препаратов в аптеках – всего лишь очередной барьер для наркозависимых. Лучшим средством борьбы по-прежнему является профилактика. В случае, если у вас есть подозрения на то, что кто-то из соседей употребляет наркотики, вы можете обратиться по бесплатному анонимному телефону доверия 8 800 100 98 90. Александр Смирнов, Светлана Тулунова. Время новостей.